Привет! Когда говорят слово Греция, то чаще всего представляют отдых на островах, либо в крайнем случае Афины. Но вообще мало кто думает про северную столицу Греции, не менее интересный и красивый город Савоники. В этом видео я хочу разобраться, стоит ли сюда приезжать на подольше, либо это все-таки больше транзитный пункт по пути на гору Олимп, метеоры или полуостров Халкидики. Это канал Travel Hub, меня зовут Дима Мехненко, погнали! Ух, я думаю, что в Савониках буду встречать свой каждый рассвет, потому что такую красоту пропускать нельзя. Если честно, мне вот этого уже достаточно, сидеть в ноябре на пирсе возле моря в футболке и смотреть на все это величие природы. Круто! Забегая наперед скажу, что я еще покажу парочку красивых рассветов и закатов в Савониках. А теперь про сам город. Этому старичку уже 2300 лет. Он входил в состав десятка стран за все это время, но больше всего на его нынешнем облике оставили отпечаток Древняя Греция на пару с Древним Римом, Византийская и Османская империя, ну и конечно же современная Греция. Здесь живет почти 400 тысяч человек, но с пригородами получается под миллион. И я хочу сказать, что по пробкам это чувствуется. Савоники второй по величине и значению город в стране. Здесь аж 9 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В общем-то посмотреть есть на что. Город находится в одном из заливов Эгейского моря. Соответственно здесь есть второй по величине порт страны, а еще набережная, красивая крепость, много руин, студентов и вообще город оказался очень даже живой. Есть символ Белая башня, к ней мы еще обязательно вернемся. А еще в этом городе родились Аристотель, Александр Македонский и кто бы мог подумать, но Ататюрк. Про каждого из них расскажу отдельно, но сейчас про Аристотеля. И это кстати площадь Аристотеля. Кроме того, что Аристотель был учеником Платона и учителем Александра Македонского. Да, не плохая карьера у него. Он еще был основателем формальной логики. Так что площадь должна быть очень логичной и структурированной. А еще про нее пишут, что это самая центральная, большая и красивая площадь города. Ну, я бы с этим не согласился. А если потереть палец на статуе Аристотеля, то желание должно сбыться. Как видно, палец у него натертый и это происходит не только из-за туристов. В городе находится самый крупный вуз страны, университет Аристотеля. Выглядит он вот так, вроде бы неплохо, но, как говорится, важен ракурс. В нем учатся около 95 тысяч студентов и кому-то помощь Аристотеля точно нужна перед сессией. А любимое место прогулки студентов и всех остальных жителей города, как видно по таймлапсу, это набережная. И я хочу сказать, что мне она тоже запала в душу. Здесь же находится главная достопримечательность псалоников – Белая башня. Хотя на самом-то деле она не такая, что и белая, а цвет основной кости. Ее построили турки для обороны, но больше использовали как тюрьму. Так что тогда ее называли Кровавой башней. В 1912 году греки завладели городом, побелили башню и назвали ее Белой, как символ нового времени. Краска уже давно отвалилась, а вот название осталось. Фак сверху, кстати, висит на мачте потопленного вражеского корабля. Это то, что может прочитать любой человек в интернете. От себя же хочу добавить, что башня – это центр жизни салоников. Если провести возле нее много времени, то можно увидеть, как снимают кино, продают китайские копии сумок и обуви, военные меняют фак в 8 утра или вообще можно попасть на вот такое представление. Внутри башни находится музей, а наверху – смотровая площадка. Стоимость входа в сезон 6 евро, не в сезон 3. С Белой башни открывается очень неплохой вид на набережную и центральную часть салоников. Обязательно сюда поднимитесь, особенно если не планируете идти в верхнюю часть города. И я думаю, что это один из лучших видов в салониках, но не лучший. А лучше находится на крепости Эптопиргио и монастыре Владодон. Путь к крепости так раз лежит через монастырь, так что зайдите туда обязательно. Во-первых, из-за такого вида. А во-вторых, он входит в список всемирного ансидия ЮНЕСКО. А сейчас начинается моя любимая игра – успеть добежать до заката. Я иду на крепость, крепость господи, Эптопиргио. До заката 20 минут и, скорее всего, он будет не в море, а в горы. Значит будет чуть раньше, но я надеюсь, что сейчас смогу вам показать то, ради чего я бежал. На закат я в итоге успел, а вот поснимать крепость в солнце не успел. Крепость Эптопиргио в переводе означает 7 башен, хотя на самом деле их здесь 10, не спрашивайте почему. Просто так решили. До 1989 года здесь была тюрьма и вся эта информация, конечно же, важна, но самое важное здесь – это вид, который с ней открывается. Лично для меня это номер один в Солониках. И знаете, что я хочу сказать? Далеко не с каждой смотровой в этом мире видна гора Олимп, место, где должны были жить древнегреческие боги и зажигают олимпийский огонь для игр. Но с этой смотровой гору Олимп хорошую погоду видно. Кроме этих мест хороший вид открывается с крепостных стен и в целом с верхнего города. Но про эти места я расскажу чуть позже. Если же возвращаться к Белой башне, то рядом с ней находится памятник Александру Македонскому. И про него нужно поговорить отдельно. Аристотель, кстати, был учителем Александра Македонского, так что сейчас поговорим про этого парня. И я думаю, что он самый известный грек во всем мире, потому что к своим 32 годам он завоевал половину мира. А чего я добью своим 32 годам? Кстати, Савоники это главный город периферии центральная Македония в Греции. А на севере есть страна с похожим названием. Как так? Историческая область Македония находится на территории нескольких государств. Но ассоциируется она прежде всего, конечно же, с греками. Так что 20 лет между двумя государствами был конфликт из-за названия страны. Так что стране пришлось поменять название и теперь это Северная Македония. За Белой башней и памятником Александру Македонскому находится телебашня, в которой есть крутящийся наверху ресторан. Так что если будет плохая погода или холодно в Савониках, да очень редко, но здесь даже выпадает снег, то можно посмотреть на город в тепле. А если погода позволяет, то лучше прокатиться на корабликах по заливу термоэкоз. Они так раз пришвартованы возле Белой башни. Сама прогулка займет полчаса. Вход бесплатный, но нужно будет заказать какой-то напиток. В итоге получается по 5-6 евро с человеком, но можно заказать и воду за 1 евро. Цены и время отправления написаны здесь и можете смело добавлять плюс 15-20 минут ко времени отправления. Так как это Греция, никто не спешит отправляться вовремя. А еще в Савониках есть один напиток, который выпить нужно обязательно. Предлагаю чуть-чуть отвлечься от всех этих серьезных исторических личностей, красивых зданий, набережной и поговорить про кофе. Потому что именно здесь придумали фрапе. Это холодный кофейный напиток, который готовится в шейкере или миксере. Да, название больше похоже на французское, но тем не менее его действительно придумал грек из Савоников почти 70 лет назад. Потому что до этого у местных жителей была одна очень большая проблема. Большинство греков любят пить кофе, но согласитесь, что пить горячий кофе в июле в 30-35 градусную жару это еще то удовольствие. А теперь есть фрапе и все, проблема решена. А теперь снова про красивые здания. Я думаю, что можно выпить хорошенького фрапе с видом на базилику Святого Димитрия, например. Это один из самых главных православных храмов Савоников. И я решил ее показать по двум причинам. Во-первых, здесь мраморные ступеньки и я конечно хочу сказать, что это добавляет красоты городу, улицам. А во-вторых, эта базилика входит в список всемирном среде ЮНЕСКО. Кто я такой, чтобы спорить с такой серьезной организацией? Мне правда понравился этот храм? Он красивый в таком необычном стиле. Единственное, что вот эта парковка, мне кажется, здесь явно лишняя. Давай уезжай, уезжай, чтобы было красивее. Кстати, обратите внимание, насколько близко в Савониках соседствуют раскопки и современные здания. Когда гуляешь по городу, можно встретить даже такое соседство. Так сказать, древняя церковь во дворе это залог, что перед твоими окнами не построят новую высотку. Возможно, некоторые мне скажут, церкви, раскопки, это конечно хорошо, но Дима, где пляжи? Но я их не покажу, потому что их здесь как бы нет вообще никаких. Все дело в том, что Савоники это древний торговый город и здесь находится порт. А купаться в воде рядом с портом не сильно-то и хочется грекам, учитывая сколько у них есть островов с чистейшей водой. Первые пляжи можно встретить в 20 километрах от Савоников, но они будут далеки еще от тех пляжей, которые мы видим по запросу пляжи Греция. Те самые пляжи можно уже встретить в 100 километрах на полуострове Халкидики, например. Хочу сказать, что порт повлиял не только на пляжи. Димой ведет очень даже оживленная дорога. Если возле Белой башни набережная действительно кайфовая, то вот ближе к порту она уже не такая классная, потому что прямо рядом с ней ездят машины и нет уже того ощущения уюта и комфорта, который должен быть на набережной. Спасибо грузовик. Да. Если посмотреть на набережную Савоников с высоты птичьего полета или хотя бы Марсика, то видно, что от нее вверх идут длинные прямые улицы. Мне такое очень понравилось. Я уже был здесь 9 лет назад и запомнил больше всего именно эти длинные прямые улицы к набережной. Видно, что город застраивался по плану. Это произошло потому, что в 1917 году в Савониках был страшный пожар, который уничтожил практически весь центр. Город начал восстанавливать французский архитектор. И по изначальному плану дома должны были быть примерно как на площади Аристотеля. Но что-то пошло не по плану, где-то сэкономили, забыли. Так что теперь центр выглядит примерно так. Это одна из центральных улиц в Савониках. И мне кажется, здесь видно очень яркий контраст. Это здание, которое явно уцелело после пожара. Здесь гравировка сверху, красивые балкончики, двухэтажная. Супер! А рядом здание, которое явно построили уже после пожара. Какие Савоники выбираете вы? Я вот такие. Но в некоторых местах улицы в Савониках мне даже напомнили парижские бульвары. Правда, таких мест было не так много. Все, что я сказал, относится к новому центру, возле набережной. В верхнем городе пожара не было. И вот там так раз сохранилась более классическая греческая архитектура. У меня один вопрос. Почему все Савоники не такие? Смотрите, это попугай. Это красивый дом, красивые балкончики. Там цветут фиолетовые деревья. Здесь гранаты. Я хочу такие Савоники, а не то, что в новом центре. Я именно такими представляю греческие города. С цветущими деревьями, невысокими домами и, возможно, попугаями. Мне настолько понравился первый закат в Савониках, что со всей своей нелюбовью к подъемам в гору я снова пошел наверх. И вот знаете, что меня впечатлило? То, сколько людей в Савониках приходят смотреть закат. И, кстати, он снова того стоил. Я хочу сказать, что в этом месте я прочувствовал душу города. Здесь люди живут. С утра фраппе, потом неспешная работа, а вечером пойти с друзьями в кафе или встретить закат. Это, конечно же, утрировано. Но, как я уже сказал в начале, город и вправду оказался очень живой. Еще одно место, кстати, где можно прочувствовать, как живут местные и что они кушают – это рынок. В центре города есть рынок Модиано. И здесь видно, что хотя пляжей в Савониках нет, но вот рыбацких лодок, судя по всему, предостаточно. И средиземноморской рыбы много. Если бы я себе представлял какой-то условный средиземноморский рынок, то он бы выглядел примерно так. Рынок Модиано находится возле Ротонды и Арки. Еще одними достопримечательностями города. Сейчас так раз можно вспомнить про длинные прямые улицы прямо к набережной. Изначально Ротонда была древнеримским храмом. Потом ее перестроили в христианский, потом в мечеть. Как видно по этому минарету. И это единственный минарет, который сохранился в городе. И она тоже входит в список всемиренного наследия ЮНЕСКО. На пару сотен метров ниже находится небольшая арка. Ей так же как и Ротонде примерно 1800 лет, но сохранилась она уже не так хорошо. Правда, место находится на пересечении главных улиц и людей здесь всегда очень много. Не умоляю достоинств и красоту этой арки, за что мне обидненько, так это за то, что если подняться от нее 15-20 минут пешком чуть выше, будут огромные длинные стены с арками, с зубчиками. Очень красивые, ну я такое люблю. Но про них нигде не написано, нигде не рассказано. А про эту арку, до которой легко добраться от набережной, во всех статьях написано. Я считаю, что это несправедливо. Ходите пешком и поднимайтесь к красивым локациям, оно того стоит. Раньше крепостные стены шли от крепости практически к самому морю, так что город был достаточно защищенным. Некоторую часть в центре снесли, но в основном они остались. И я хочу сказать, что мне очень даже понравилось гулять рядом с ними по пути в верхний город. Кстати, рядом с ротондой и аркой находится площадь Гаунари. Ее еще называют площадь одного евро, потому что рядом находится университет Аристотеля. Соответственно студентов здесь достаточно много и цены делают не очень высокие, чтобы студенты с голоду не умерли. Так что если нужно дешево поесть, то вы знаете куда идти. Ночью же это место превращается в постоянный движ студентов. Если же возвращаться к важным историческим личностям, которые родились в Савониках, то... Чуть выше ротонды находится дом музея Татюрка. Вначале я хотел его показать чуть-чуть больше, но как оказалось здесь находится еще и турецкое консульство. И выглядит оно как самое защищенное здание в этом городе. Очень много полицейских, поэтому я решил не делать лишних кадров, чтобы не найти себе дополнительных ненужных проблем. В общем здесь родился Мустафа Кемаль, основатель современной Турции. Я думаю его портреты можно найти во всех трецких городах. А вот родился он в греческом городе Савоники. Правда когда Савоники перешли к Греции, то самих греков здесь было процентов 20-25 максимум. Но это уже совсем другая история, как говорит Леонид Каневский. Также в Савониках от турок остались бани Бейхамам, которые использовались по прямому назначению аж до 1968 года. Кстати, из-за того, что город такой древний, местные жители сейчас очень даже сильно страдают. Потому что еще с 1986 года и активно с 2006 года здесь пытаются построить метро. Но метропроходчики постоянно натыкаются на какие-то древние артефакты. Так что на данный момент в Савониках есть только автобусы, причем уже не первой свежести. А машинам в городе вообще очень тесно. Я бы не хотел быть водителем этого грузовика в Савониках. Метро планируют открыть через несколько лет. Так что ждать осталось уже совсем недолго. На процесс раскопок в некоторых местах можно посмотреть вживую. Например, на территории Греческой горы. Признаюсь, я небольшой любитель древних раскопок. Но побывать в греческом городе и не сходить на них это, наверное, практически преступление. Поэтому сейчас хочу показать древнегреческую агору или древнеримский форум, где местные могли собираться и решать проблемы своего города демократическим путем. Причем самое интересное то, что могли голосовать только те люди, которые родились в Савониках. То есть мнение не местных вообще не интересовало. И только те люди, у которых было что-то в собственности. То есть те люди, которым было что терять. За что мне нравятся греческие города? Так это за то, что практически на все достопримечательности можно посмотреть из-за забора, ничего не заплатив. Или приобрести билет и подойти поближе. На части экспозиции сейчас так раз ведутся раскопки очередных артефактов древности. А вот то, что сохранилось практически в идеальном состоянии и не нужно доставать из-под земли, находится в церкви Святой Софии. И она конечно же тоже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я уже снимал церковь Святой Софии в Стамбуле, извините за тавтологию в Софии. И вот пришло время Савоников. Обязательно зайдите вовнутрь, потому что там внутри просто чудом сохранились древние фрески. Фрески внутри очень хорошо сохранились. Потому что турки все достаточно педантично замазали штукатуркой. И сохранили их тем самым, превращая этот храм в мечеть. По городу разбросаны и другие церкви на пару с античными раскопками. Но я думаю, что показал их уже в достаточном количестве. И они хорошо скрашивают однотипные современные здания в центре. В ваших интернетах часто пишут, что салоники изуродованы граффити. Но я бы не сказал, что они как-то критически повлияли на мое восприятие города. Ну что, пришло время заканчивать видео. Но перед этим хочу сказать, что если вы досмотрели до этого момента, то наверное вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне всегда очень приятно прочитать и нажимайте на колокольчик. Только это может гарантировать то, что вы узнаете про мои новые видео, которые я сейчас собираюсь выпускать каждый новый месяц первого числа. Если же возвращаться к салоникам, то здесь все не так что и однозначно. Я бы вообще разделил этот город на две части. Верхний и нижний. В нижней части мне понравилась набережная, белая башня, Игейское море, еще пару локаций. Но в целом застройка города, античные византийские руины лично для меня больше нет, чем да. Если же говорить про верхний город, то мне там понравилось все. Крепость, древние стены, дома, красивейшие закаты. Это просто ван лав. Если возвращаться к вопросу, салоники это больше транзитный город или здесь стоит остаться на подольше, то я бы ответил так. Если вы планируете сюда приезжать в сезон, то салоники это транзитный город. Потому что здесь нет пляжей. И согласитесь, что карабкаться на верхний город или к руинам в июльские 30-35 градусов это больше мучение, чем удовольствие. А вот если вы сюда планируете приехать не в сезон, то я бы здесь остался на подольше. Я, например, сюда приехал в ноябре на три дня. Практически все время светило солнце. 90% светового дня я проходил в футболках. При том, что в городе, где я сейчас живу, уже люди ходят в зимних куртках. И футболку я вообще уже не вспомню, когда последний раз одевал. Я максимально зарядился витамином D и кайфанул от этого города. Если сравнивать салоники с афинами, то я бы, наверное, больше выбрал Афины. Потому что там чуть лучше центр и более интересные античные раскопки. Но в салониках есть море в центре города и набережная. Это, конечно, огромный плюс этого города. В описании я оставлю ссылку на видео из Афин. Может быть, вам будет интересно его посмотреть. А также я оставлю ссылки на сервисы, где покупаю авиабилеты, бронирую жилье. Может быть, вам пригодится. Но у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. И путешествуйте. Это круто. Пока. Пока. Пока.